Добрый вечер! О самых главных событиях вам готовы рассказать корреспонденты программы Вести Магнитогорска и я Анастасия Шменева сегодня. Юбилейный год прошел, но память должна выглядеть достойно. В Магнитогорске обсудили проект реконструкции парка у Вечного огня. Итак, согласно проекту, новый парк будет разделен на четыре сектора. Что получишь, то и посеешь. Правительство поможет аграриям. Некоторые уже закупили не только новую технику, но и семена. Вырастить каравай весом в 2 миллиона тонн – такая задача стоит перед агропромышленным комплексом Челябинской области. Ахадов броневой поскипали с икурбанов. Магнитогорск гордится своими талантами, открывает год российского кино. Об этих и других событиях подробнее. Композиция сомнительная, графика невнятная. Такую критику в адрес своего проекта к реконструкции парка у Вечного огня выслушал его автор. Сегодня в администрации состоялось заседание архитектурно-консультативного совета. Итак, согласно проекту, новый парк будет разделен на четыре сектора. Первый – водный. На нем расположат пирс, лодочную станцию и кафе. А за монументом тыл фронту планируют разместить музей военной техники. Второй сектор для любителей спокойного отдыха. Здесь можно будет погулять по аллее и полюбоваться фонтанами. На этой же территории расположат административное здание. На территории третьего сектора разместят летний кинотеатр и планируют перенести сюда парк аттракционов. Четвертый сектор. В данном секторе располагается площадка для занятия альпинизмом и скалолазанием, площадка для экстремальных видов спорта, спортивные площадки – это как волейбол, баскетбол, футбол. Очень сомнительно композиционное решение, невнятная графика. То есть вот эти дорожки ломанные – это что, песком посыпано или как? То есть возникает очень много вопросов. Но докладчик заверил, поскольку это пока эскизный проект, все замечания и предложения будут обязательно учтены. Юлия Черешнева, Евгений Грудев, Вести, Магнитогорск. Не только загрязняли атмосферу, но еще и не платили за это. В Магнитогорске природоохранная прокуратура намерена привлечь к административной ответственности ряд промышленных предприятий. По данным надзорного органа, последние обязаны были делать ежеквартальные выплаты примерно по 60 тысяч рублей. Однако игнорировали эти требования до тех пор, пока дело не вмешалась в прокуратура. В ходе прокурорской проверки установлено, что в нарушении действующего законодательства акционерным обществом «Энерготехпром» и закрытым акционерным обществом «Магнитогорскгазстрой» не своевременно были внесены ежеквартальные платежи за негативное воздействие на окружающую среду в виде выбросов в атмосферный воздух и размещения отходов. За это нарушение предусмотрено наказание для юридических лиц в виде штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей. В дальнейшем будет решаться вопрос о судебном разбирательстве и направлении соответствующих предписаний в адрес нарушителей. Магнитка представит свою продукцию в Узбекистане. Сегодня в Ташкенте начала работу международная строительная выставка «Узбил-2016» – рынок Средней Азии. Для предприятия – одно из ключевых. В прошлом году комбинат отгрузил в эти страны свыше 400 тысяч тонн металлопроката, из которых почти две трети в Узбекистан. На выставке Мюнка представит продукцию строительного назначения сортовой прокат, горячекатанный и холоднокатанный лист, оцинкованный и с покрытием, а также метизы. Другим темам правительства поможет селянам с посевной. Уже решаются вопросы финансирования. По поручению губернатора Бориса Дубровского началась выплата аграриям субсидий. 25 миллионов рублей уже распределены. Сумма первого транша по сравнению со стартовыми выплатами в прошлом году увеличилась почти на 10 миллионов рублей. Деньги получили более 120 сельхозпредприятий и фермеров. В минувшем году, отмечу, их было почти в четыре раза меньше. В целом же, с учетом федеральных перечислений, селяне получат более полумиллиарда рублей. Уже сейчас фермерские хозяйства закупают топливо, семена и удобрения для предстоящего сева. И в этом же году на 4 миллиона рублей увеличили сумму, которая предназначена для выплаты грантов начинающим фермерам. Таким образом, не меньше 30 человек смогут получить гранты по полтора миллиона рублей на развитие своих хозяйств. К нынешней посевной компании большинство фермерских хозяйств Агаповского района приобрели новую технику. Автопарк пополнился на 50 единиц. Сделать это смогли за счет продажи богатого прошлогоднего урожая и помощи из областного бюджета. В старом ангаре новый комбайн выглядит как космический корабль. Степан Исаков никогда не сидел за рулем такого агрегата. Просторная обзорная кабина, в которой только руль и джойстик для переключения режимов работы. Купили новый комбайн. Хочу поработать на нем. Очень хороший. Кабина хорошая. Как бы уютно. Ну, будем пробовать, как бы молотить на новом. Это первое приобретение техники за последние 10 лет. Пока в гараже нет нового трактора, за который уже внесли деньги, поступившие из области по статье «Погектарная поддержка». Два зерноуборочных комбайна. Вектор. Трактор Т-150. Агрегат сейлок. СС-6-12. Ну и запасные части. Часть горючего приобрели. Сергей Хмелевский, Владимир Ермаков десятки лет работают как компаньоны. У каждого по полторы тысячи гектаров пахотных земель. Помогают друг другу и техникой, и бывают финансами. Правда, нынешней весной денег у каждого в достатке. Уже готовые семена, в схожесть которых, как уверяют фермеры, 98%. В прошлом году агропромышленный комплекс области вырастил продукции на 120 миллиардов рублей. И в нынешнюю страду не намерен снижать планку. Первые посевные комплексы выйдут в поле не раньше 9-10 мая. А пока все 120 тысяч гектаров Агаповской хлебной пашни отдыхают под снегом и набирают влагу. Галина Кочерова, Андрей Подольский, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. Магнитогорске становится все больше малышей с патологией органов зрения. Но в городе работает всего лишь одно специализированное учреждение – детский сад номер 132. Несколько лет назад его могли ликвидировать, убрав всех медицинских специалистов. Родителям и педагогам удалось его отстоять. А чем живет учреждение сейчас Юлия Черешнева? Я играю. А во что? А, в такой крестик. Я ставлю на кружочек и потом... Игру в крестики Саша прописал врач. У мальчика амблиопия – снижение остроты зрения. На самом деле это специально разработанная программа. Единственное, в Магнитогорске детском саду для ребят с нарушением зрения существует целый комплекс восстановительных занятий и процедур. Помимо педагогов в учреждении работает врач-офтальмолог и медицинская сестра. Сейчас здесь проходит реабилитацию дети с косоглазием. У ребенка косоглазия он должен научиться сливать кошечек, допустим, чтобы у него появилось слияние. Добиваемся слияния, бифериальное слияние. А затем, когда у ребенка появилось слияние, мы уже развиваем фузи, готовим, если нужно, к операции ребенка. 98% выпускников детсада выходят здоровыми или практически здоровыми. Как оказалось, два года назад эти успехи ничего не значат. Согласно федеральному закону об образовании и состава образовательных учреждений, необходимо было вывести всех медиков, а кабинеты закрыть. Полгода родителям каждый день пришлось возить детей на процедуру в поликлинику и бороться с чиновниками. Слава Богу, садик отстояли. Были и интернет-петиции, были и взывания разных телевизионных каналов, общественности, привлечения, чтобы обратить внимание на эту проблему. В результате такой активной работы администрации города, управления образованием и активной позиции наших родителей кабинет отстояли. Мы пролицензировали данный вид деятельности, и сейчас с детьми работают врач и медсестра. То есть лечение детей продолжается. В Москве, Самаре, Челябинске подобные кабинеты закрыты до сих пор. Директор Лидия Антипова говорит, постоянно звонят, интересуются, как удалось магнитогорцам это сделать. Отвечает, благодаря всеобщему неравнодушию. И сегодня в детском саду ничто не омрачает праздничного настроения. Все-таки учреждению в этом году 50 лет. Юлия Черешнева, Кирилл Горин, Вести, Магнитогорск. И помимо этого есть чем гордиться. В нашем городе творческий путь начинали многие российские актеры и режиссеры. Наш земляк даже номинировался на премию «Оскар». В Магнитогорске открыли год российского кино. Но как это было, расскажет Мария Дронина. Добрая, душевная и наша. Режиссер Магнитогорский, актеры тоже. Социальная реклама проекта просто так открывала год российского кино. В зале заядлые киноманы на сцене Андрея Майоров, сыгравшие не одну роль в кино. Одет как ведущий церемонии «Оскар». На экране работы магнитогорских режиссеров. На мой взгляд, задача меня как режиссера – это свести первичные органы восприятия и уже голову. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас все получилось. И у нас в Магнитогорске был какой-то свой со временем узнаваемый киноязык. Магнитогорский режиссер Игорь Гончаров – один из основателей киностудии «Танкодизайн», которая выпустила уже не один фильм. Их и шедевры мирового кинематографа каждую неделю смотрят и обсуждают члены Магнитогорского клуба кинолюбителей. Им руководит Татьяна Таянова. Больше, наверное, фильмов, которые чисто внешней оберткой берут, в которых прекрасный оператор с зашкаливающими спецэффектами, но при этом некоторые зрители, особенно русские, которые очень часто душевности в кино, ищут, отмечают, что внутри-то пустота. И про выжившего, кстати, многие так говорили. Магнитогорск – не центр киноиндустрии, но своя киноистория есть. В нашем городе родились номинант «Премия Оскар» режиссер Глеб Панфилов и сценарист «Утомленных солнцем 2» Владимир Моисеенко. В разные годы в драматическом театре работали Леонид Броневой, Сергей Пускипалец и Сайдо Курбанов. Мария Дронина, Дмитрий Титов. Вести. Напоминаю, произошли изменения в сетке вещания нашей телерадиокомпании. С 1 марта программа «Вести» Магнитогорск выходит в 17.30. Кроме того, снята с эфира утренняя программа «Радио России» Магнитогорск. Время выхода вечерней программы осталось без изменений в 17.10. Не забывайте насмотреть и на сайте, и на адрес 3wmgntv.ru, и в нашей группе в одной из социальных сетей. До встречи. В Кизельском районе ночью ожидается похолодание до 4 градусов. Днем столбик термометра опустится до 2 со знаком минус. В Верхнеуральске ночью минус 7, днем до 3 мороза. В Магнитогорске ожидается пасмурная погода без осадков. Ночью минус 3, 5, днем до 2 со знаком минус. Редактор субтитров А.Семкин